Китайцы уже давно с упорством копируют всё, что только попадает им в руки. И если где-то 10 лет назад такие подделки вызывали только улыбку, то сейчас это уже полноценные конкурирующие устройства, способные на равных тягаться с оригиналом. И сегодня мы поговорим о Windows MacBook с игровым железом от компании Xiaomi под названием Mi Notebook Pro X в самой топовой его комплектации. Посмотрим, как он себя ведёт в играх, насколько комфортен в повседневном использовании и где дешевле всего его можно купить. Так что подписывайтесь на канал, быть в курсе, дабы быть в курсе всех интересных ништяков из мира технологий и погнали к обзору. Приятного просмотра! Начнём, пожалуй, с того, как этот ноутбук можно купить дешевле всего, в том числе с гарантией, бэушной и даже за пару тысяч рублей. Первый весьма распространённый способ – это сайты, где можно сортировать цены. В России это Яндекс.Маркет, в Украине, Казахстане и других странах – это и каталоги Hotline, где просто вводим название товара и жмём «Сортировать по цене», после чего выбираем подходящий вариант. Плюс здесь же можно ещё и отзывы почитать. С БУ товарами чуть сложнее, так как можно нарваться на мошенника или получить поломанный товар. Поэтому рекомендуется никогда заранее не отправлять деньги предоплатой, а лучше воспользоваться наложенным платежом или безопасной покупкой через сайт с объявлениями. В России это Авито и Юла, в Украине, Польше и других странах – это OLX. А также обращайте внимание на рейтинг продавца и на то, когда зарегистрирован аккаунт. Чем старше, тем естественно надёжнее. Ну а третий вариант – это сайт 5boxstorm, где есть разные коробки. Например, с ноутбуками, включая сегодняшний Mi Notebook Pro X, который здесь можно получить за пару тысяч. Конечно, не факт, что именно он попадётся. Может выпасть колонка, роутер, наушники или другой ноутбук. Я вот, например, недавно получил уже второй. Конечно, перед этим открыв десяток коробок с теми самыми наушниками, мышками и прочим, но зато я уверен, что выпадает реально всё. И при том, это можно получить по почте. Поэтому почему бы не открыть ещё и сегодня. И в первый раз мне опять выпали наушники. Дешевле, чем я за них заплатил, но по этому принципу и работает сайт. За счёт того, что кому-то попадается дешевле, кому-то выпадает подороже. Поэтому открою ещё раз. Может в этот раз повезёт. И на этот раз выпала уже мышка. Правда с ещё меньшей стоимостью, благо её можно продать сразу же на сайте и немного отбиться, чтобы открыть ещё раз. И в этот раз выпала гугл колонка, притом по очень приятной цене. Правда, которая у меня уже есть, так что эту можно продать и выйти в ноль. За счёт чего крутану ещё раз, но увеличу шанс на выпадение топ-выигрыша. Там конечно и цена становится больше, но посмотрим, что выпадет. А выпал кстати ноутбук. Его я конечно продавать уже не буду, а закажу себе доставку. Которая кстати осуществляется по всему миру, но стоит 150 рублей, это нужно учитывать. В общем метод рабочий, хотя и рандомный, никто не знает с какого раза выпадет крутой товар. Зависит скорее от вашей удачи. Но попробовать можно, хотя как всегда решать вам, я лишь делюсь своим опытом. Приходит всё в достаточно качественной упаковке, где сначала идёт транспортировочная коробка, затем идёт пенка, а затем уже коробка с самим ноутбуком. И так как он китайский, прозвучало как будто бы приёмный, иногда может попасться китайская винда. Но даже сами китайцы чаще всего переустанавливают винду с пакетом языков, так что думаю это не проблема. В комплекте с ноутбуком идёт блок питания типа Type-C на 130 Вт, поддерживающий быструю зарядку, вернее её поддерживает сам ноутбук, заряжаясь до 25% за 5 минут, до 50% за полчаса, ну и до 90% за целый час, но это забегая наперёд. Ещё в комплекте китайцы положили немного макулатуры, естественно на родном языке, тряпочку протирать экран и в принципе всё. Не густо конечно, но если повезёт, ещё в комплекте могут положить переходник с китайской вилки. Сам ноутбук выполнен в одном световом решении, сером, из авиационного алюминия, что с одной стороны делает его приятным на ощупь, а с другой достаточно прочным, дабы сделать минимальные рамки вокруг экрана. Они здесь действительно почти незаметные. И тут не нужно быть каким-то прям экспертом, дабы понять какой дизайн пытались скопировать в поднебесной. Так как отличает ми ноутбук про от стареньких макбук про, лишь лаконичная надпись Xiaomi на крышке и обилие портов. С правой стороны Thunderbolt 4, через который можно заряжаться, USB 3.2 и выход HDMI. С левой также Thunderbolt с возможностью зарядки, то есть заряжаться можно с любой стороны, как и выводить изображение через Type-C. Плюс ещё один USB и комбинированный миниджек для наушников и микрофона. Чего нет, так это разъёмы Ethernet, что в современности не такая проблема. И картридера, что уже конечно посерьёзнее, учитывая позиционирование ноутбука как для работы, так и для игр. Но приставка Pro в названии всё-таки намекает на какие-то профессиональные задачи, на что также указывает экран. Это 15,6-дюймовый OLED-дисплей от Samsung с разрешением в 3,5К, то есть 3456 на 2160 пикселей с 60 Гц и новомодной диагональю не 16 на 9, а 16 на 10. Дисплей также имеет цветовой охват 100% sRGB и 100% поддержку DCI-P3, что вместе с яркостью около 600 нит, которые означают, что даже при дневном освещении и прямых солнечных лучах картинка останется читаемой, делает его одним из лучших. На это ещё влияет фишка Xiaomi, которая автоматически увеличивает контрастность при прямых солнечных лучах. Но иногда это работает против самого ноутбука, пересвечивая картинку. В общем, многого наговорил, для тех, кто не понял, экран просто бомбический. Словами это не передать, нужно только вживую смотреть и сравнивать OLED-дисплей. Цвета чёткие, яркие, контрастные, когда чёрный – это чёрный, а не сероватый. Но суть в том, что экрана за глаза хватает для профессиональной работы с изображениями, цветокоррекцией и прочим. Держится всё это на великолепном шарнире. На мой непрофессиональный взгляд, даже лучше, чем у макбука. Открывается мягко, легко, естественно, одной рукой, куда ж без этого. Приятно хлопает в конце, в общем, красота. Сверху экрана располагается камера на 720p для видеозвонков, ну а снизу расположилась урезанная клавиатура, то есть без цифрового блока, чем-то тоже смахивающая на макбук, с приятным нажатием, вогнутыми клавишами, удобно ложащимися под пальцы, и ходом нажатия около полутора миллиметра, что вместе с расстояниями между кнопками исключает ложное нажатие. В общем, для набора текста идеально подходит. Но как, собственно, и для игр с хорошей отзывчивостью. Единственный нюанс – это при нагрузке нагревается середина клавиатуры, что на контрасте с остальными клавишами довольно-таки заметно, однако и не критично. По бокам от клавиатуры располагаются динамики, вроде Harman Kardon, но звучат они так себе. Я не спец по ноутбучным динамикам, предпочитаю больше наушники, так что для меня это не проблема. Но в отзывах люди немного негодуют, так как даже прошлая версия, вышедшая несколько лет назад, звучала получше. Ещё выше расположилась кнопка включения, вынесенная отдельно от клавиатуры, и спаренная со сканером отпечатка пальца, что, в отличие от той же прошлой модели, смотрится куда лучше. Ибо, ну, во-первых, теперь нет риска задеть кнопку включения, нажимая Delete, так как раньше они были рядом. А сканер пальца перекочевал с трекпада, который раньше за счёт своей формы и небольшого размера срабатывал где-то 7 раз из 10. Теперь же срабатывает практически безошибочно, со стандартной скоростью до 1 секунды, при этом освободив трекпад. Сам трекпад стеклянный, идеально отслеживает перемещение пальца, считывает все жесты, поддерживаемые Windows 10 или 11, которая здесь опционально может быть установлена. Да и в целом ощущается приятно, как и всё в этом ноутбуке, если брать в расчёт эстетическую составляющую. А уж заслуга это Apple, которой явно подражали, или Xiaomi, которая сумела качественно повторить, решать только вам. Под капотом у этого зверя на выбор может стоять два комплекта железа. Это или i5 11-го поколения 11300H, с 16 гигабайтами ОЗУ и игровой RTX 3050 Ti, или же i7 того же поколения, на 4 ядра с 8 потоком, 32 гигабайтами оперативки и такой же видеокарточкой. На выбор также может быть 500 гигов или терабайт памяти. У меня же версия на i7, так что будем говорить дальше о ней. Ведь процессор, помимо турбобуста с 3,3 до почти что 5 ГГц, хотя и не постоянных, с троттлингом, посмотрим на это в тестах, имеет встроенный графический чип Intel Iris, позволяющий сместить нагрузку в повседневных задачах и уменьшить потребление энергии. Так как заявлено, что ноутбук от одного подзаряда может прожить 11 часов, но на деле у меня ноутбук прожил где-то 8. Однако всё зависит от настроек, тут как и с электромобилями. Паспортный результат сможет выдать разве что представитель компании, без кондёра, подсветки и прочих удобств. Здесь та же история. При комфортном использовании днём, без подсветки клавиатуры, на среднем уровне яркости, при написании текста или просмотре видео, то есть в весьма несложных задачах ноутбук садится в среднем на 15% в час. В игровом режиме 50% батареи улетели за 30 минут. Но для игр и существует комплектный блок питания, который, как уже было сказано, до 90% заряжает ноутбук за 1 час, ну а дальше скорость заряда уменьшается, чтобы не травмировать батарею. Однако постоянно использовать комплектную зарядку абсолютно не обязательно. В обычной работе ноутбук столько не потребляет, его можно спокойно запитать хоть от блока питания телефона. Да, он будет заряжаться при этом долго, и в игры в таком случае не поиграешь, но где-то в кофейне позарядиться, пока над чем-то работаешь, вполне себе можно. А учитывая, что этот ноутбук позиционируется не только как игровой, то есть это такое универсальное решение и для игр, конечно, и для работы, когда нужно что-то, например, для видеомонтажа, цветокора и прочего. Так как для игр здесь всё-таки немного слабоватая система охлаждения. Вернее, система-то неплохая, но вот размеры корпуса не дают ей разгуляться. Из-за чего под нагрузкой процессор начинает троттлить, то есть сбрасывать частоты, что особенно заметно в играх. Последние при этом не зависают и не тормозят, если выставить оптимальные настройки графики, однако и не упомянуть об этом я не мог. Так что переходим к тестам. Начнём с синтетики, то есть специальных программ для тестирования. В Sinebench ноутбук набрал 5352 попугая, что равняется около 1500 на одно ядро. Но это и без турбобуста со стандартной частотой, из-за чего его обошёл тот же Intel i7-7700K с частотой повыше. Geekbench показал и того меньше, 5098 очков. Однако 3DMark в режиме Time Spy выдал больше 2000 очков. То, что пишет видеокарту, не удалось распознать, скорее всего проблема драйвера, но на тесты, думаю, это не повлияло. Следующий тест PCMark набрал 5453. Ну и так, для сравнения с другими ноутбуками, тест Fire Strike, рассчитанный на высокопроизводительные видеокарты, показал результат в 4835 очков. Но давайте уже перейдём к стандартным тестам с играми. Первый на очереди идёт Cyberpunk, со средне-высокими настройками, Full HD разрешением и без трассировки. Выдаёт в среднем играбельные 50 кадров. Если включить ещё и трассировку, количество кадров опускается до консольных 30 с повышением до 40 в ненагруженных локациях. Следующая игра от этих же разработчиков, Ведьмак 3, играется куда лучше, с фреймрейтом около сотни. Однако здесь куда интереснее наблюдать за температурами, так как процессор местами разогревается до 99 градусов и сбрасывает частоты, пока температура не опустится до 70, проще говоря троттлит, и местами это очень сильно просаживает FPS чуть ли не наполовину. Из-за чего можно сделать вывод, что это не прям игровой ноутбук, и приставка Pro в названии как бы об этом намекает, однако поиграть всё же можно. Тот же Метро Исходус при средне-высоких настройках с включённой трассировкой выдаёт стабильно больше 60 комфортных кадров, где видеокарта уперлась в свой потолок, но это относительно новые требовательные игры. А если взять что-нибудь попроще? Например, мой любимый Apex здесь идёт без нареканий, на тех же средне-высоких настройках с Full HD разрешением. Без каких-либо просадок, даже когда процессор начинает троттлить, тут всё зависит от оптимизации и выставленных настроек в игре. А за счёт Wi-Fi 6-го поколения соединение с интернетом стабильное. Или вот для кого-то более ламповый Counter-Strike с разрешением в 3К и высокими настройками играется в среднем на 80 кадрах. Но если понизить до 2К, то свыше 100 FPS гарантировано. И при этом система охлаждения не пытается взлететь в космос. Она конечно шумит, но есть намного громче ноутбуки. В обычном же режиме без особой нагрузки система охлаждения практически не слышно. Так что по итогу это неплохой ноутбук, если знать под какие задачи он нужен. Имеет прекрасную OLED-матрицу, удобный форм-фактор с лёгким весом как для такого железа, но за это приходится платить слабеньким охлаждением и как следствие троттлингам. Для стареньких игр это конечно не критично, но для современных уже не хватает. И запаса на следующие годы с будущими релизами тоже нет. Так что под сугубо игры я бы его точно не брал, учитывая что за такую цену есть неплохие альтернативы от например Asus серии Zephyrus G14. Конечно с меньшей диагональю, процом от AMD, но и даже немного подешевле, зато заточенным под игры. Этот же Xiaomi скорее нацелен на видеомейкеров с разными монтажками, покрасками видео, создания графики и для других программ. Где буст производительности нужен на короткий промежуток времени, например дабы отрендерить видео, а в остальное время работать спокойно. Правда тогда непонятно почему здесь нет того же картридера, через который очень удобно сбрасывать видео, снятое на камеру, но это ладно. В целом ноут прикольный, классический дизайн, легкий для переноски, чтобы таскать его с собой, но и не без нюансов. Но главное знать к чему быть готовым и для каких задач он подходит. А на этом сегодня все, спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, не забудьте поставить лайк и до встречи в новых видео. Пока!